Мы искренне надеемся, что это утро для вас уже стало добрым, и его вместе с вами встречаем мы, Екатерина Назарова и Данил Саламатов. Давно известна польза ходьбы для здоровья человека. Она способствует укреплению сердечной мышцы, улучшает работу легких, тренирует выносливость, да и просто поднимает настроение. Однако, чтобы достичь максимальной пользы, нужно уметь, как ни странно, правильно ходить. Об этом мы и поговорим сегодня у нас в студии. У нас в гостях Надежда Бунаева, врач по лечебной физкультуре областного врачебно-физкультурного диспансера. Доброе утро, Надежда. С добрым утром. Очень простой вопрос. Для меня это действительно открытие. Действительно ли можно правильно ходить и как правильно ходить? Правильно ходить нужно. Время ходьбы очень важно держать осанку. Подожди, давай сразу от слов к делу. Давайте, как нужно? Держать осанку как? Во-первых, нужно ровно встать. Напрячь все антигравитационные мышцы, которые удерживают наше тело в правильном положении. Естественно, животик подтянуть, подбородочек должен находиться на уровне еремной ямки, выпрямить плечики. И ходьба должна идти по прямой траектории. Начинаем идти с пятки на носок. Лучше всего в движении задействовать руки. Это уже скандинавская ходьба получается. Нет. Вот смотрите, желательно освободить свои руки от тяжелой ножи, от сумок, от рюкзаков. Катя так и делает постоянно. Я ему все сумки обдаю. И все-таки в ходьбе должны быть задействованы руки. Должны быть задействованы руки. А давайте так, мы вот сейчас столик отсюда уберем. И у нас будет показ мод. Показ мод. Я вот думаю, между прочим, что показ мод, ходьба на показе мод и обычная, правильная, здоровая ходьба явно отличаются. Есть такое? Да, отличается. Та ходьба, которая на показе мод, это будет, скорее всего, травматичный вид передвижения для позвоночника, для суставов. Поэтому, девушки, не думаем об этом. Ходим правильно, здорово. Да, пойдемте к нам поближе. Да, пойдемте к нам поближе. Нет, наоборот, к нам поближе. Вот, и мы сейчас все вместе попробуем. Да, вместе пройдем. Давайте. Спину ровненько, правильно? Спину ровненько. Антигравитационные мышцы. Да, подтянули животик, подбородочек на уровне дереваной ямки. Если, как у меня, два подбородка, то их один спрятали, другой подтянули. Так, и... Выпрямили плечики. Начинаем идти с пятки. С пятки на носок. Не надо нам бразильской ходьбы с носка. На пятку наоборот. Да, это очень травматично для поясничного отдела позвоночника. Обязательно задействуем верхние конечности, то есть руки. Приготовились? Идем. Итак, идем. Идем. Так, разворачиваемся, идем обратно. А можно как-то, чтобы Катя такой же красивой походкой ушла из студии, а проложил? Паша тебе засохла. А проложил, да, еще раз. У меня вопрос такой. Вот мы вроде ходим с пятки на носок. На каблуках тяжело это делать. Тяжело. Есть ли удобная обувь? И она должна быть особенной. Можно ли ходить на каблуках? Ну, можно, но не длительно. Не длительно, да, конечно же. Вообще в обуви должен быть каблучок. Ортопедический каблучок это где-то 3-4 сантиметра, не больше. Обувь, конечно же, должна быть удобной. Желательно, чтобы был зафиксирован носочек и пяточка. Обувь была дышащая, не скользящая. Учитывая то, что сейчас у нас начинается весенний период, чтобы не подскользнуться, не упасть, не получить дополнительную травму. Просто задумываешься, что нужно ставить тебе пятку на носочек, на каблуке. И потом ты думаешь, чтобы тебя... Мы сейчас разбирали походки, они будут разные. Ходьба это физиологический вид, естественный. У нас все это заложено на подкорке. И не нужно задумываться, нужно просто идти. А вот, кстати, возвращаясь к моей любимой скандинавской ходьбе. Какие отличия существуют от просто полезной ходьбы и скандинавской ходьбы? Говорят, что скандинавская тоже дает свои бонусы для здоровья. Так ли это? Да. Она отличается от обычной, от здоровительной ходьбы тем, что здесь нужны приспособления, специальные палки. И вам поможет их подобрать тренер, инструктор. Чем она отличается от обычной ходьбы? Тем, что здесь действовано большее число групп мышц. Это более сложно скоординированный вид двигательной активности. И, в принципе, так же, как и для обычной ходьбы, не существует никаких противопоказаний. Можно ее использовать в качестве тренировок. Не только в качестве средства передвижения, но и в качестве тренировок. Даже спортсмены в период потери, в период реабилитации каких-то травм, они таким образом поддерживают свою форму. В общем, ходьба всему голова. Ну так ты, да, решила переделать? Ходите больше. Надежда, спасибо вам большое, что пришли к нам в студию, научили нас правильно ходить. Давайте снова присядем. Давайте снова присядем. А мы, в свою очередь, напомним, что у нас в студии была Надежда Бунаева, врач по лечебной физкультуре областного врачебно-физкультурного диспансера. Да, ну и мы продолжим тему ходьбы. Сейчас пришло время опроса. Мы спросили горожан, как выглядит модельная походка. Посмотрим.